Здесь, несмотря на то, что команда сейчас в равном состоянии, несмотря на то, что у Барселоны не будет, скорее всего, не будет Месси, Жорди Альбы и юного дарования Ансу Фати. Тем не менее, дома каталонцы выиграют 2-1, но, конечно, команда не в том состоянии, в котором хотелось ее видеть ее болельщикам. Потихоньку, конечно, ход набирают. Стал забивать Суарес, осваивается, адаптируется Гризман. Вроде все идет своим чередом, но травмы выбили сразу целый ряд игроков, и постепенно куда-то совсем пропал Ракетич. Скорее всего, ему нужно было уходить из клуба летом, как ему, в принципе, и предлагали, но он остался и сейчас не играет. Интер – это совершенно новая команда под руководством сильного тренера, один из лидеров итальянского чемпионата серии А. Но, я повторю, в Каталонии все-таки ничью вырвать не удастся. 1-2 проиграют – Барселона выиграет. Месси в очередной раз травмирован. Мне кажется, это, если не последний его сезон на хорошем уровне, может быть, предпоследний. Постепенно, конечно, возраст будет давать о себе знать, постепенно он будет проводить все меньше матчей, мне так кажется. Потому что все-таки, в отличие от Криштиана Роналду, он не настолько хорош физически. Наверное, придут новые люди. Точнее, они уже пришли. Фати уже себя проявил, юный молодой игрок, воспитанник Ла Масси. Отлично играет Де Йонг, пускай зачастую он не на своих позициях оказывается, но ниже определенного уровня, он не опускается. Я думаю, Гризман себя еще много-много раз покажет. Так что постепенно Барселона должна учиться, привыкать, играть без своего многолетнего лидера и звезды мирового футбола.